раздатку установил подтянул теперь вот с этой стороны нажавил кронштейн о него не забываем также подтягиваю его и можно будет установить кардан и установить глушитель штаны на приемную трубу в принципе все отвязываю подвесной и накидываю кардан здесь метки делал вот они мои метки здесь я болтик наживил сейчас на место прикручиваю подвесной в общем я смотрю на блок венчатку в макуэлли и в макуэлли и в макуэлли лимон и в макуэлли и в макуэлли и в макуэлли КОНЕЦ Все, притягиваю выжимной и притягиваю кардан Протянул болты на кардане Здесь прокладка живая, шпильки я смазал, одеваю в шипель и наживляю болты Гайки подтягиваю и сразу одеваю заднюю подушку Здесь надо будет немножко двигатель поджать, чтобы наживить этот болт сбоку И снизу у нас вот этот болт у нас подлиннее Ну и точно так же затягиваю и устанавливаю на место привод И наживляю Болты на опору подвесного подшипника Три болта Самое интересное Peugeot 407 я делал Там кронштейн гораздо мощнее Двигатель меньше Автомобиль легче И еще и две направляющих И пятка большая Здесь пяточка вообще маленькая И все держится В этом месте Наживил, притягиваю Пыльник заменил, новый поставил Ничего изобретать не стали Пыльник обычной резиновой Нивовски Притягиваю И иду устанавливать переднюю Передний кронштейн подушки И подушку саму Свою опору я прикрутил Ну как ставить правую цапку Показывать не буду Потому что точно так же Как и левую А вот Кронштейн подушки Беру и устанавливаю Кронштейн мощный Крепится четырьмя болтами На 12 Головка на 17 Снизу и сверху Притягиваю его А потом уже установлю подушку Кронштейн Затяну Завожу На место подушки А вот с этим Возникает А ничего не возникает Все нормально Спереди у нас гайка А сзади у нас болт Но лучше всего Это закрутить сверху Когда опущу Автомобиль уже затянул Сейчас только Центральный болт На подушке затягиваю И все Снизу я все собрал Кроме щитков Шкиф заказали Поэтому щиток ставить не буду Придет за меню Здесь гайку Закрутил Закрутил Закернил Шаровую Закрутил Здесь закрутил Здесь закрутил Стойку закрутил Ну по низу у меня все собрано Только залить масло Масло придет Я его залью Вверх Опускаю Собираю сверху Траверса мне уже Это не нужно Двигатель стоит на месте Поэтому я ее Снимаю и убираю Теперь можно Собрать все Здесь под капотом Болты Коробки у меня Прикручены Ставлю на место Кронштейн Кроссов Трусиков Переключения Наживил И притягиваю Кронштейн Прикрутил Одеваю на место Троса Здесь Просто защелкивается По направляющей Трусиков Продолжение следует... 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 у нас все замечательно на площадку поторопился поставить патрубок воздуховода не установил тряпку до так здесь жал хомут и так а вот вот то Субтитры сделал DimaTorzok И вот здесь патрубок прикручиваю на кронштейн. Ну а теперь наживляю площадку. Площадку притяну. Ставлю на место корпус воздушного фильтра. Здесь отвожу в сторону проводку, которая у нас пойдет на процессор. Защелкиваю вот этот воздухозаборник. Воздухозаборник защелкнул и устанавливаю его в резиновый паз. Субтитры сделал DimaTorzok Парах. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Все, корпус стоит на месте. Ставлю процессор. Подключаю проводку. Защелкнулся. 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 Все клипсы поставил на место. И также наживляю болт корпуса. Здесь вот сбоку маленький такой воздуховод на компенсатор. Его тоже ставлю пока корпус не прикручен. Сейчас покажу. Вот он. Сбоку идет на компенсатор под крылом под фарой. И вот болт. Переклее корпуса. Притягиваю. Так, поставил. Ставлю фильтр. Воздуховод. Воздуховод. А сейчас? Не. Не сейчас. Вот так. Ставлю. Да. Пускай будет старая сиська. А сейчас. Не секрет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затягиваю хомут и затягиваю болт. И здесь на вентиляцию картера тоже одеваю хомут. Так, ну что, у нас получается здесь всё собрано. Ставлю аккумулятор и запускаю двигатель. Пробую, как у меня работает сцепление. А после этого уже заливаю масло в коробку и в раздатку. Я этого пока ещё не делал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставлю сначала плюсовую клемму. И ставлю минусовую. Проверю масло в двигателе. Масло максимум. Пробую. Дверь скрипит. Сейчас ещё дверь смажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выжимаю. Передача включается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, первая. Задняя. Всё, сцепление работает отлично. А дальше уже... Залью масло в коробку и проверю уже на ходу. Ставлю на место пластинку крепления аккумулятора. И прикручиваю теперь два болта, как положено. Второй болт снизу нашёлся. Когда-то давным-давно человек его уронил. Заливаю масло. Откручиваю пробку. Я её не затягивал. Беру масло. Масло Сан Йонг. САЯ 80В90 ЖЛ5. Номер для заказа. ЛЛК 80В90 001. Шприцом заливаю. В раздатку должно войти примерно... Да не примерно, а по норме 650 грамм. Не Волт видите. Номер для заказа ninguém сумму. Капец. Молтhd-два. Мовой метод. Farm Bureau. Номер для долёта. масло побежало пусть маленько стечет излишки все верно 650 грамм и получилось масло сбежало закручиваю на место пробку затягиваю не смывая теперь заливаю в коробку масло 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 Ну а здесь должно выйти 1.700 1.700 Масло буду заливать оригинальное Только упаковка здесь другая получилась Так, вязкость его идет 75 85 Не вижу, все на корейском На корейском, на корейском Ну, номер получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 налить 481 7 налить 481 7 налить 481 Нет, нашел Вот она, вязкость 75 85 И здесь даже есть написано Я где-то тоже увидел Замена каждые 60 тысяч километров И вот номер оригинальный Заливаем Вот так же Нагнетателем, нагнетаем До полного Здесь шприц взял Заливаем Все Все Масло До полного Долил Написано 1,7 У меня вошло 1,8 100 грамм Ну, может быть Не под кромочку Но было Залито под кромочку Я уже менял И сейчас Заливаю под кромочку Закручиваю на место пробку И смываю подтеки На этом все Устанавливаю колеса И выйду проверю Ну, все нормально Сцепление отрабатывает Хорошо И ударов никаких От маховика я не слышу Неужели у него Такой большой ход Это в норве В чем я сомневаюсь Вот так И взад И вперед Передачи включаются Без вопросов На этом все Замену сцепления я закончил Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому